Строится Гляденский монастырь, недействующий православный монастырь, 4 километрах от Великого Устюга, при слиянии рек Суханы и Юга. Его здание находится в видении Великого Устюгского музея-заповедника. Достоверные сведения о монастыре, в то время небольшом и малобратном, появляются с середины XVI века. По с днем жития Кеприана Устюгского утверждается, что обитель существовала на этом месте еще в домонгольское время. Достоверно известно, что монастырь занимает холм Глядин, где в средние века стоял русский город Глядин, заложенный по локальному преданию. Всеволодом Большой Гнездок параллельно росту торговых оборотов устюжских купцов в XVII веке укреплялась и Глейданская обитель. В середине XVII века на средства купцов Груцинах из благословения митрополита Ионы Сосоевича она начинает застраиваться кирпичными изданиями. В 1697 году в Троицеглядинском монастыре учреждается архимандритское правление, в то время основание обители приурочивали к 1492 году. Троицкая же Глядинский монастырь, скажут, архангелские помогали строить, хлебом с сужали и людей работных посылали церковный лес ранить и возить. Ныне существующий ансамбль монастыря сложился в конце XVII – первой половине XVIII века. Сначала был построен двухстолбный Троицкий собор, затем – Теплая Тихвинская церковь с трапезной церковью Успения Богоматери и больничная палата. В XVIII веке Тихвинская церковь была соединена с Троицким собором Крытой галереей. Возведение каменной ограды не было завершено из-за нехватки денег. В 1784 году были завершены работы по созданию жемчужин обители нового барочного иконостаса, длившиеся восемь лет. Образцом при его создании послужил иконостас Старого собора Яковлевского монастыря в Ростове. Иконостас сохранился и знаменит своей резьбой по дереву. Монастырь был упразднен за малообратностью в 1841 году и приписан к Михайло-Архангельскому монастырю. Вновь открылся в 1912 году в качестве женской обители. В 1925 году упразднен Троицкий собор с иконостасом как памятник архитектуры закреплен за музеем. Остальные монастырские постройки использовались под колонию для беспризорников. Детский дом-изолятор, пересельный пункт для раскулаченных, дом инвалидов, дом для престарелых. В начале 1980-х здание передано музею. Епископ Игнатий 16 июля 2014 года распорядился образовать архиерейское подворье. Троица Гляденский монастырь, сохранившиеся постройки. Собор Святой Живоначальной Троицы, Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери с трапезной. Церковь и Успение Пресвятой Богородицы с больничной палатой, Старожевая башня, Святые Северные ворота, Настоятель.